Привет, золотые мои. Золотые, потому что нас, а точнее у вас стало 585. Мы получили проды, но продолжаем двигаться дальше. Сегодня команда БИС-ТВ на БИС-Саммите. Кстати, вопреки расхожему мнению, БИС-ТВ и БИС-Саммит это не родственники, а всего лишь на всего однофаминцы. БИС-Саммит. Ну, безусловно, это мероприятие одно из главных в нашей отрасли. Несмотря на то, что несколько лет назад я имела отношение к внутренней кухне подготовки к мероприятию, я уверена, что организаторы сумеют найти что-то оригинальное и удивить даже меня. Кстати, они начали это делать еще вчера, когда выпустили стикеры со спикерами для Телеграма. Очень круто. Вот прям отличная идея, нужно развивать ее дальше. Правда, Михаил Юрьевич, ведь лично я, ну, еле-еле узнала. Пишите в комментариях, кого узнали или не узнали вы, а кого еще нужно срочно добавить к стикерам. Вот интересно, меня в стикеры возьмут или нет? О важном. Сегодня мы отмечаем 10-летний юбилей БИС-Саммита. Ровно 10 лет назад прошла первая конференция, тогда еще DLP Russia. А что интересно, с другой стороны мира, на другом континенте произошло другое знаковое событие, а именно выпуск первого айфона. Совпадение? Не думаю. Собственно, айфон разошелся по миру мярными тиражами. Это своего рода культурное событие. А что произошло с компаниями, которые, скажем, давали в прокат кассеты или DVD для просмотра дома? Кто о них помнит сегодня? В общем-то, похожая ситуация происходит в информационной безопасности. Какие-то технологии и темы выживают за них, голосуют деньгами, а кто-то растворяется за ненадобностью и за несостоятельностью. А вот по каким же механизмам работает процесс естественного отбора информационной безопасности, об этом мы сегодня и говорим на БИС-саммите. Собственно, за день до мероприятия мы решили провести небольшой опрос на Фейсбуке, чтобы узнать, какие темы и технологии мы пережили прошедшие десятилетия, что думает об этом сообщество. Получилось очень интересно, поэтому сегодня здесь, на мероприятии, мы решили продолжить этот опрос, и вот что у нас получилось. Столько всего похоронили. Пассивная безопасность МАЗДАЙ. Нет смысла в пассивной безопасности, поэтому IDS МАЗДАЙ. Я считаю, что должна умереть защита переместных. Скорее всего, умрут коробочные решения полностью, будущее за кастомизированными решениями. Облака так и не родились на рынке. Идея СИМ в каждый дом не состоялась. USB токены, классические решения антивируса, сигнатурный анализ, то, что используют, это умирает. Мобильная безопасность не залетела. Антивирус для мобильных устройств, я думаю, что должен умереть, его не будет в ближайшее время. Ну а по официальной версии, которая звучала сегодня со сцены, бесперспективно мы признаны следующие темы. Облачная безопасность, разведка угроз, которая просто растворилась в других темах, например, в тех же соках. Ну и мы все помним, что Алексей Лукацкий публично в своем блоге поставил жирный крест на теме персональных данных. А добили участников тем, что опыт и все компетенции отправили на пенсию, когда на сцену пригласили молодое поколение по совместительству ровесников без саммита. Ну а сейчас мы пойдем и узнаем, почему сообщество похоронило все эти темы. На ладом дышит вся пассивная безопасность, потому что мы всем говорили, что мы все будем мониторить, все будет клево, потом мы все расследуем, потом мы эти трупы расковыряем и скажем, от чего вы сдохли. Но это уже давно никому не интересно, приходит какой-нибудь ванна край и уже никого не волнует, что там делал ваш СЕМ и что там делал ваш мониторинг. У нас просто ничего не работает. Поэтому безопасность, которая не может защищать, она просто должна тихо сдохнуть. И мне кажется, что это произойдет в ближайшее время. Если говорить именно про сами темы, как о методологии или подходы к построению систем защиты, то да, они, конечно, ключевым образом изменились. И, на мой взгляд, окончательно можно сказать, что даже уже в текущий момент мы уже потеряли такое понятие, как периметр защиты, его уже не существует. Окончательно уходим от защиты самих систем. Начинаем защищать продукты или процессы, которые в рамках этого происходят. Это, на самом деле, обусловлено исключительно изменением самого бизнес-ландшафта. Меняется бизнес, да, соответственно, и меняются подходы к его защите. Сами все технологии останутся, скорее всего, те же решения, останутся те же. А вот их интеграции совместно использование – это та тема, которая будет развиваться. И более того, скорее всего, будет развиваться интеграция не только между собой, но интеграция в системы бизнес-аналитики, в системы принятия решений, интеграция с бизнес-процессами. То есть тот путь, которым ИБ придется выживать в ближайшие годы. Таких тем, на самом деле, много, но расскажу про ту, которая, собственно, занимала меня и в которую мы в свое время даже вложили деньги с точки зрения разработки технологии, создав целые инструменты взаимодействия между организацией и облаками и предоставлением сервисов из облаков с точки зрения интентификации. И, к сожалению, эта тема так и не взлетела, так и не родилась. И до сих пор наши наработки так и лежат на полке, хотя мы активно пытались предлагать сначала заказчикам, потом операторам сотовых, не сотовых, а облачных сервисов как бы, да, но операторы посчитали, что появление дополнительного сервиса по счету дополнительной затраты они конкурируют только ценой. Заказчики сказали, что они не верят в эти облака и поэтому пока ими не интересуются. И, в общем, все так и сложилось, что хотя на конференциях еще 5-6-7 лет назад облака оказались прорывной технологией для безопасников, но они так и остались на словах и до дела так и не дошло. Так и не получилось влиять на поставщиков услуг по безопасности, не получилось встраиваться внутрь облаков, да, и что-то там, какой-то порядок наводить. Это одна из тем. Уже много облаков, уже большая конкуренция. Их строят не только там гиганты типа Амазона, Майкрософта, их строят наши телеком-операторы. Они готовы предоставлять это как сервис. Они готовы уже, просто они ушли от содов, они идут к облакам. Наш рынок СиЭм. То есть он как был 10 лет назад, это было что-то сложное, дорогое в обслуживании, непонятное, оно так и осталось. У нас, в принципе, компании со старыми технологиями, они, в принципе, не могут попасть в Сколково. Проекты, которые в Сколково не используют, там, машинное обучение, нейросети, это уже как база, это фундамент решения. Они потихоньку, к сожалению, отстают и умирают. У них сразу исчезают заказчики. Тоже, если брать облачные технологии, те решения, которые не могут подстроиться, используя в тех или иных гипервизорах, да, которые не могут настроиться под большое количество клиентов, грубо говоря, как сервис, используя свои продукты как сервис. Сейчас уже недостаточно просто взять железку, установить в инфраструктуру, и чтобы она как-то работала. Самый большой, наверное, фейл – это защита мобильных устройств, да, то есть особенно там антивирусы. Многие говорили, что тема бьет, она взлетит, что нужно защищать мобильные устройства пользователей, что мобильный антивирус, вот как бы за ним будущее шли годы, а рынок почему-то так и не развивается, да, как там был, условно, копейки, так он и остался, да, то есть разговоры так и идут, и идут. Большие были надежды по поводу защиты мобильных устройств вообще, вот всей тематики мобильности. Тема не пошла, она, в общем, так и не раскрутились, ни решения подобные, ничего. И я бы сказал, такая вяло текущая тема с web application firewall, потому что много лет решения существуют, но, как бы сказать, что прямо вокруг них активно что-то крутится и развивается, нельзя сказать. Ближайшее будущее – это, наверное, поведенческая аналитика, вообще все, что связано с выявлением каких-то нестандартных вещей. Анализ поведения пользователей, искусственный интеллект в том или ином применении, да, это может быть как надстройка там над продуктами CEM, так и, например, примеченная и к другим решениям, да, то есть это спор информации там о поведении пользователей со всех систем, со всех источников, их анализ и дальше уже интерпретация для нужд безопасности. Я верю в искусственный интеллект, я вижу, что эти технологии растут, растут ежегодно, и их полезность только-только и увеличивается, поэтому через пять лет аналитики будут во всю использовать системы предугадывания, системы помощи, поддержки принятия решения, аналитики, предиктивной аналитики вокруг информбезопасности. Ясно, спасибо большое. Позитивный итог таков. Отрасль информационной безопасности, возможно, стала развиваться не только под воздействием регулятора, но и отвечая реальным требованиям бизнеса. Но это не точно. Еще одно. Есть мнение, что информационная безопасность в скором времени растворится в приложениях, она станет неотъемлемой частью процесса разработки. Кстати, об этом с нами говорил буквально позавчера Сергей Бровкин из Альфа-банка. Вы могли бы послушать этот момент в его речи, если бы редактор не ищел нужным удалить этот кусок из видео. Но все равно ролик получился классным и интересным, так что смотрите и лайкайте. Ну и вообще, строго говоря, такой большой братской могилой из взлетевших тем у нас не получилось. Просто потому, что кто-то одни темы хоронят, а кто-то на эти же самые темы делает большие ставки. Возможно, это происходит из-за того, что отрасль информационной безопасности всегда жила в своем маленьком уютном мирке. А вот если мы станем более открыты и научимся вести диалог с новыми для нас людьми, например, из ритейла, и омерса, медицины и прочее, 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 не только уровни интерпрайза, но и СМВ, то мы увидим, что надоевшие нам темы получили второе дыхание и новую жизнь где-то еще. Да, получилось не очень определенно, но благо у нас с вами все куда более конкретно. Мы встретимся 10 октября на Cybercrime Pony. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, вам будет очень приятно. И до новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода